Ну и так, с вами мы дошли до улицы баров. Блин, это огонь. Пищевый оргазм. Вот, пищевый оргазм. Надеюсь, что я с толчкой не застряну. Swimming pool плюс sea view and mountain view. Давайте сниму вам территорию. Отель называется Olympia Sun. Это три звезды. Народ уже потихоньку купается. В принципе, отель находится в такой гористой местности. Прикольно, красиво. Вон тоже гора. Но номера так себе. Давайте попозже подробнее расскажу. Чем кормят, как выглядят вообще номера и тому подобное. Смотрите, а что находится рядом с нашим отелем. Ну, Olympia Sun вон туда. Вот дорога. Здесь такая будочка стоит. Смотрите, здесь что-то еще созреет. Какое-то дерево с мятными фруктами, видимо, будет. Не знаю, что это. Его много. И тут что главное есть шелковица. Ну, тутовник, по-моему, у нас на юге называется. Но я привык им называть шелковицу. Я в Турции когда-то тоже ее встречал. Вообще, это дерево детства. Я в детстве очень любил шелковицу. Блин, это... Блин, это огонь. Ребята, это просто супер. Всем рекомендую сюда наведаться в следующем году. В этом году сюда смысл вам лезть нет. Потому что я все сейчас съем это. Это чума. Руки, конечно, сейчас будут все синие. Черно-синие, сиреневые. Блин, она... Смотрите, сколько ее здесь много. Просто обалдеть. И она еще осыпалась. Вон, сколько ее осыпалось. Не все знают, здесь такое офигенное место есть. Я просто в шоке. У нас сладкая. В общем, тем, кто будет в этом районе Фалераке возле Олимписан, рекомендую наведаться. Сначала это будет, а потом второе дерево. Тоже что-то будет, наверное, вкусное. Итак, пришли мы на ужин. В общем, нагулялись и хочу просто показать, что из себя представляет ужин. Такая тарелочка. Что у нас здесь? И курочка, я не знаю, и говядина, и рис. Я попозже подойду, наверное, сниму, как выглядит у нас стол там, в принципе. Ну, так выглядит, собственно, уже заканчивающаяся еда. Это уже подходит здесь и рыба, и макарошки, и вот греческие салаты, и штучки, и супы, и сладкое, и фрукты, и арбузы вот здесь лежат. Банамы, всякие пироженки. Конечно, это не 5 звезд, но, блин, и говядина, и курица, и рыба. В общем, все это здесь есть в достаточном количестве. Плюс на баре различные напитки. при этом цена отеля, сейчас скажу, на неделю нам обошлась 28 тысяч, при этом могло бы стоить это все 25. Мы немножко там прогадали с курса. Я как бы себе дал установку много не есть, но не получается много не есть. Всего хочется попробовать, и это при том, что отель 3 звезды. арбузы появились, но уже 2 дня подряд, получается, они есть по вечерам, и это круто. Хорошие, стоечные арбузы. Кстати, плюс в том, что в Испании, например, хоть было все включено, но напитки там не включены, и даже простая минералка какая-то, она была платная на ужин. А здесь алкогольные напитки, просто напитки, соки и так далее, все это входит в стоимость. В этом как бы плюс. Вот это, в принципе, отель 3 звезды. Я попозже вам номер внутри покажу. Номер выглядит таким образом. Смотрите, оценивайте. Я не скажу, что он прям какой-то крутой, да, лампочку включим. То есть, не особо он такой светлый, несмотря на то, что везде тут лампочки зажигал. Мебель, ну, так себе мебель, конечно. Ну, что мы, не придираемся. В принципе, несмотря на то, что номер-то двухместной кроватью, еще какая-то отдельная даже стоит. По сути, он трехместный. Холодильник есть, есть плита, можно даже приготовить что-то, кастрюли только нет. Раковина отдельно, туалет. Давайте туалет покажу. Туалет вот такой. Ну, не знаю, претензии, в принципе, никаких нет, даже фен. Вода течет, холодная, горячая, все работает. Ванная даже можно принять, пожалуйста, только разве что не джакузи. Претензий в этом нет. Но, но, есть одно но. Первое. Слышите шум такой, да? Это от бассейна. Вид у нас севью практически, ну, не практически, а севью. вон вдали море, вот бассейн, свиминг-пул, плюс севью, энд-маунтин-вью. То есть, все включено просто, любые виды здесь. Такого номера у меня еще не было, чтобы и горы, и бассейн, и море, но это третья береговая линия. Так вот, меня очень бесит этот факт, что здесь шумит вот этот бассейн, и он шумит круглосуточно, и ночью шумит. Второй момент. Почему бесит-то, что он шумит? Потому что кондиционер не работает до 15 июня. Типа в Греции не сезон, еще в не сезон хотите кондиционер, платите, но в нашем номере даже платно нельзя это сделать. По поводу цены. Платить нужно 7 евро в сутки, если вы захотите его включить. Но он не включается, здесь заблокировано все. Ну, он вообще, в принципе, в этом номере не работает. Кстати, по поводу цены тура 27 тысяч человек вышел. Тур в этот отель, все включено. 27 тысяч человек это прекрасная возможность познакомиться с Грецией. Мне кажется, это отличная цена. При этом все включено, кушаете, кормят очень хорошо. Про ведущие с отдельно поговорим. Прекрасное море, прекрасные люди, прекрасные виды, достопримечательности. Но это мы все с вами видим в процессе выхода серии. То есть, ну, крутые. Линдос мне больше всего пока понравился. Анимации здесь особо как таковой нет, потому что, ну, это не Турция и не Египет. Вчера была небольшая такая развлекательная программа. Субтитры создавал DimaTorzok В целом, здесь развлекайте сами себя, как говорится. Но здесь недалеко улица баров. Ну, и так, с вами мы дошли до улицы баров. Сейчас засниму, как здесь проходят вообще вечеринки. Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok Вот, ну, все, о чем мы уходим с улицы баров. В принципе, вот Мамба, вот это, не знаю, бар, клуб его, как назвать. Ну, ничего так. Музыка хорошая и интерьер очень приятный. В остальных мне сейчас не очень понравилось. Там, напротив, есть Климакс. Название, конечно, странное, но он, вроде, на форумах такой популярный. Вот, ну, в каждый из клубов зазывает, покупаете коктейль, какой-то, который в среднем стоит 5 евро, к нему дают бесплатный шот. в принципе, цена нормальная, демократическая. Что, 5 евро, это 400 рублей. Ну, даже по московским меркам это, ну, относительно норм. Но, хочу все-таки сказать, что, если вы едете за тусовкой, то, ну, не знаю, это не назовешь, в общем, тусовочным местом. Лучше, конечно, в Айанапе. Вот, если сравнивать Грецию с Кипром, на Кипре гораздо веселее в Айанапе. Там целая улица баров гораздо веселее. Ну, я скажу, что, честно говоря, это не сравнится там ни с Кимером, ни с Марморисом, ни с Айанапой, вообще, то есть, это и рядом вообще не стояло. Просто там 5 барчиков есть, в которых играет музыка. Айанапе. Может быть, опять же, как они говорят, не сезон, да, и еще все не раскачалось. Там будет еще куча каких-нибудь баров. Может быть, я не буду спорить, но в начале июня, в середине июня этого еще нет. Уже, в принципе, близится, когда кондиционер должен заработать, но еще не 15 июня. Скоро-скоро вот уже будет. Ну, балкончик, кстати, вот, видите, прикольно, с видом на бассейн можно вечерком посидеть, поразмышлять, чаек попить, кофеек, кто что любит. пишите, кто в детстве ел шелковицу, тутовник, для меня это, блин, ягода номер один. Просто офигеть, не знаю, чуть ли не вкуснее, чем черешня. Наверное, вкуснее, чем черешня. Вкуснее, чем малина, клубника, вместе с зятой. Блин, я в восторге, просто вообще, это лучший день за все время на Родосе. Сегодня просто пиршество какой-то, халявной еды, полезной, да. Смотрите, у нас в отеле прям тоже обнаружил виноград. Вот наш басик, люди сидят, здесь можно брать прям есть виноград. В принципе, все включено, даже не нужно. Туда сходил, поел шелковицы, здесь поел винограда. В общем, шикарная жизнь. Так что отель у нас удачно расположен. И сегодня я много всего поем. Надеюсь, что я всталочкой не застряну надолго. Вот, а ну еще можете посмотреть вид на наш отель. Отсюда вот бассейн, наш номер на самом верху находится, на третьем этаже. Ну, такая территория приятная. Здесь вот проходят ужины у нас. Вот народ лежит, гамачки, шезлонги. Ну, минус в том, что до моря нужно еще идти, не знаю, минут пять, наверное, пройтись, чтобы к морю выйти. А так, и у бассейна, в общем, даже ничего поваляться можно. Уже, наверное, да, середину отпуска. Могу про Грецию сказать, что мне начинает нравиться. После Линдеса мне начинает нравится Греция, нравится Родос. я начинаю проникаться, да. Музыка. 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 что-то я до этого как бы говорил ну на один раз на один раз а сейчас сейчас да очень даже неплохо очень даже неплохо но не фалераки фалераки так себе все вам про тельтов фалераки рассказываю сам сейчас нахваливаю линдос и говорю что будет возможность посмотреть все таки линдос мне там очень понравилось ну если вам такой пейзаж тоже нравится чё бы нет да я не знаю просто цена на отеле в линдосе здесь такой более менее доступный вариант я когда сюда вот приезжал ну планировал сюда поездку я написал администрации гостиницы можете в принципе найти не проблема емейл в общем есть пишите я написал что хотим жить в первом корпусе в главном на третьем этаже они такие сразу же описались окей все ваши пожелания принято ну приехали о да я помню твое письмо да как номер готов все на третьем этаже будет вот пожалуйста третий этаж я такой блин ну с одной стороны вроде бы и круто да то есть такой вид все так помогли постарались учли все пожелания а по факту без беруш я спать не могу то есть я с собой беру беруши всегда кстати вот полезная рекомендация берите с собой в путешествие всегда беруши покупайте хорошие в аптеке в аптеке вообще отлично я купил одну лишь кучу раз их вставляю они держатся просто были у меня когда-то беруши которые ты на 1 5 ты вставил они развалились эти шикарно это там экспрессовала не держит форму вставил через минутку они распрямились и вообще ничего не слышишь и я делаю кстати как что я вставляю в одно ухо во второй не вставляю и то есть я засыпаю на одном боку после ночь при при засыпаю на одном боку при этом я могу слышать будильник грубо говоря я не не полностью глухой становлюсь так что этот прикольный кстати пример как надо пользоваться берушами и ну учитывая то что все включено обеды я не знаю очень нужны не нужны и потому что мы вообще ездим мои не обедаем здесь в отеле поэтому нам не принципиально по поводу обеда можно брать завтрак и ужин вы же будете тоже путешествовать как и мы соответственно вам подойдет тоже систему завтрак ужин может быть это позволит сэкономить денежку на отеле может быть это позволит чуть дешевле куда хотя еще дешевле я даже не знаю по поводу алкоголя в баре пиво хорошее все остальное ну так себе виски наливают виски больше похож на ром ром сам по себе так себе не таксу наливают текилу это все такое какое-то странное и из алкоголя только пиво нормально сильно не рассчитывайте на алкоголь в баре и наливают так с осторожностью то есть много в одни руки не дают так бы после 22 не наливают либо только за денежку ну и так далее в целом я бы скажу что отелем доволен норм нам нравится кроме ну меня мнение устраивает то что шумит бассейн и все в остальном ну каниканья не работает да вот каниканья не работает шумит все темнота ну как бы без разницы вот ну ладно принципе какие-то вопросы по олимпиасам будут по этому номеру задавайте пишите я отвечу в миру своих знаний что знаю про этот отель ну еще раз насладитесь видом из окна с балкона в любом случае это лучше чем в москве потому что в москве сейчас середина июня и там я знаю холода 5 градусов дождик в любом случае такой вид и шум даже из бассейна норм ну она шумит как будто ливень какой-то идет у меня такая ассоциация с ливнем я не люблю когда что-то шумит за окном вот но это мнимые дожди какой-то лучше чем фактического дождика в москве сейчас ну а на этом все тогда заканчиваем обзор нашего прекрасного чудеснейшего номера что же всем спасибо за просмотр на канале вы сможете ознакомиться с множеством других путешествий и советов по таким странам таиланд индия шри-ланка индонезия филиппины мексика и множество других крутых и интересных стран переходите по ссылкам видео и подписывайтесь на канал если еще не подписаны